Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 27 главу. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Они не могли расправиться с Иисусом сами, поскольку право предавать кого-либо смертной казни римляне оставляли за собой, поэтому нужно было склонить к этому Понтию Пилата. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Мы видим, как Иуда сознает, что он согрешил, он раскаивается, однако он не покаялся, поскольку это разные вещи, раскаяться и покаяться. Раскаяться — это значит признать, что ты совершил грех. Покаяться — это значит прийти к Богу за прощением. И вот Иуда, он не хочет, его не хватает на то, чтобы прийти за прощением, за свое предательство. Если бы Иуда раскаялся, он был бы прощен. Это звучит, конечно, поразительно, но таково Евангелие. Если бы даже Иуда раскаялся, он был бы прощен. Но вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы обратиться к Господу, он вышел, пошел и удавился. В чем несчастье, в чем проблема? Почему он не покаялся? Очевидно, от недоверия. Он не поверил в то, что у Бога хватит на него милости, хватит на него прощения. Недавно мы прочитали об отречении Петра, который, выйдя вон, плакал горько, но он и не подумал давиться, он дождался воскресения Господа и принял его прощение. Губить человека окончательно, бесповоротно, не грех даже как таковой, а то, что человек не хочет обратиться и принять Божие прощение. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Закон запрещал класть в сокровищницу деньги, добытые преступным путем. И сами первосвященники понимают, что это преступные деньги, что они их заплатили за преступление, что они их не могут положить в сокровищницу церковную, однако для них все равно важнее уничтожить Иисуса. Сделал же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется землята землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит, и взяли 30 серебреников в цену оцененного, которого оценили цены Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Если мы обратимся, собственно, к соответствующему тексту Ветхого Завета, он находится в книге пророка Захарии. Это называют Еремией, потому что люди могли в древности называть свиток, содержащий несколько книг, по названию самой большой книги. И если свиток содержал, например, там книгу Еремии и других пророков, то это к нему обращались как к Еремии. Но более точно говорит, что это Захарий, и вот у Захарии написано. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в которую они оценили меня. И взяла 30 серебреников и бросила их в дом Господня для горшечника. И преломила другой жезл мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудой и Израилем». 30 серебреников — высокая цена, в которую они оценили меня, говорит Бог в этом пророчестве. И в Евангелии от Матфея оказывается, что в эту цену оценили Иисуса Христа. Это одно из тех многочисленных мест в Новом Завете, когда то, что в Ветхом Завете у пророков говорится о Боге, евангелисты относят к Иисусу Христу, потому что они считают Его Богом. «Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя». И он не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. Мы видим, как Господь отказывается защищать себя перед судом. Он уже принял его результат, он его, конечно, прекрасно знает. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варрава. И так, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варраву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидела на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Варраву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая весь народ, сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варрава Иисуса, бив, предал на распятие». Мы видим, как для того, чтобы немного разрядить атмосферу на праздник, Пилат решает отпустить одного из узников. На тот момент приговоренных к смерти. Пасха — это время, когда народ вспоминает, как Бог вывел их из Египта. Время, когда люди ожидают божественного вмешательства. И время очень опасное, очень напряженное. Понтий Пилат, как римский наместник, понимает, что сейчас ему необходимо действовать с огромной осторожностью, чтобы не вызвать мятежа. И он понимает, что Варрава — это разбойник, это, ну, смотря с какой стороны смотреть, кто-то скажет партизан, кто-то разбойник, и Иисус — это кто-то неопасный для римской власти, и он хочет отпустить Иисуса. Он знает, что предали его из зависти. Жена Пилата также ходатайствует за Иисуса. Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Народ требует себе Варраву. Варрава — это очень, как бы сказали в наше время, архетипическая фигура. Варрава — это повстанец, это разбойник, это человек, у которого на руках кровь, это герой народа, это такой вот борец, это смелый, мужественный, отважный человек, который не боится прибегать к насилию, который не боится проливать кровь. И в истории всех народов чаще всего люди избирают себе героями, избирают себе вождями, таких вот людей, которые опираются на насилие, которые не боятся проливать кровь. И вот Варрава воспринимается как герой, а Иисус воспринимается как кто-то, кто не оправдал их ожиданий. И поэтому люди кричат, да будет распят Иисус. И легко это ставить в упрек людям того времени, вот той конкретно толпе, но это то, что в истории человечества происходит раз за разом. Людям всегда любезнее не Иисус, а какие-то сильные насильственные люди, которые проливают кровь. И в истории самых разных народов большим всего почетом, большим всего уважением окружены именно такого рода герои. Поэтому этот крик не его навараву, он, увы, в истории раздается снова и снова. Правитель в понте Пилат предпринимает попытки как-то спасти Иисуса. Он говорит, какое же зло сделал он. Пилат понимает, что он невиновен, но Пилат действует как политик. У него есть политическое задание. Он должен обеспечить мир и покой и порядок в обверенной ему провинции. И он взял воды и умыл руки перед народом. То есть это такое ритуальное действие, которое говорит, я не виноват, невиновен в крови праведника сего, вы приняли это решение. С тех пор выражение умывать руки вошло во все языки мира, по крайней мере в европейские во все языки, в значении снять с себя ответственность. Конечно, Пилат тут несет все равно свою ответственность, но он уступает народу. Он поступает по народному волеизъявлению. Можно сказать, что Иисус проиграл на выборах. Вместо него выбрали вараву. Люди продолжают в истории выбирать вараву. И это, увы, происходит постоянно. «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Это юридическая формула. Когда кто-то обвинял кого-то в преступлении, которое наказывало смертной казнью, его внимание обращали, что если этот человек будет казнен по твоим показаниям, кровь его будет на тебе, ты будешь виноват. И этот человек должен был сказать, кровь его на мне и на детях моих. То есть, я понимаю серьезность, моя ответственность. Я понимаю, что я говорю сейчас. И народ кричал, кровь его на нас и на детях наших. Это люди, которые предпочли вараву. И есть очень ошибочный и неправильный способ прочтения, когда вот эти слова «кровь его на нас и на детях наших» относят к еврейскому народу. На самом деле, Священное Писание говорит о другом совершенно. О том, что перед каждым из нас и перед народами, и более всего перед отдельными людьми, стоит выбор. Мы выбираем Иисуса или вора у себя в вожде. Мы выбираем следовать за тем или за другим. Мы выбираем следовать за теми насильственными, кровопролитными вождями этого мира, или мы выбираем Иисуса Христа. Если мы выбираем не его, мы тем самым говорим «кровь его на нас и на детях наших». Страшные слова относятся не к каким-то другим людям, на которых мы можем показать пальцем и сказать «это не мы». Это слова, которые относятся в том числе и к нам. «Тогда отпустил им вараву Иисуса, бив предав на распятие». И мы видим, почему люди кричали на вараву. Они были разочарованы. Иисус не сделал по-ихнему. Иисус не установил мессианское царство, которое они хотели. И они отвернулись от него. Они его отвергли. Так быстро меняются предпочтения народа. Так быстро меняются политические волны. И с тех пор бывает, и мы это видим и в наши дни, что люди, которые увлекаются политикой, они сначала горячо привержены кому-то, а потом они от него же и отрекутся. И мы понимаем, что век всех политических вождей недолг. И единственный вождь, которого нам надо искать, это Господь наш Иисус Христос. О непостоянстве толпы есть известный такой исторический анекдот про британского политика Оливера Кромвеля, который, это дело было в 17 веке, он въезжал в город Лондон триумфально. Огромные толпы народа его приветствовали. И кто-то из его приближенных, живая под Альстицием, сказал, смотрите, как люди вас любят. Смотрите, как много народу выбежало вас приветствовать. На что он так очень трезво, холодно ответил, что, знаете, когда меня будут вешать, народу соберется еще больше. Поскольку так непостоянна толпа и так бессмысленны ее суждения. И, как говорит Священное Писание, не следуй за большинством на зло. Крестьяне не должны присоединяться к толпе, особенно к толпе, требующей чьей-то крови. Мы должны каждый за себя перед Богом по совести решать. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багреницу. Исплетшие венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и становясь перед ним на колени, и насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в одежду его и повели его на распятие. Это было в обычае у римских воинов издеваться над приговоренными к смерти в скучных казарменных буднях. Это было такое развлечение. Но мы видим, как это поведение вновь и вновь проявляется в людях, когда люди над кем-то хотят насмехяться, над кем-то поиздеваться. Митрополит Антоний Сурожский, который был врачом в движении сопротивления во Франции, вспоминает, что когда Францию освободили от нацистов, толпа вела по улице. Он видел это человека, который был обвинен в сотрудничестве с нацистами, в данном случае справедливо обвинен, и его ввели, его пинали, над ним измывались. И митрополит Антоний поразился тому, насколько напомнил это ему историю поругания Христа. Он говорил, что, конечно, этот человек был виноват. Конечно, этот человек заслужил какого-то суда, какого-то наказания. Да, он был преступник. Но люди, которые издевались над Христом, они тоже думали, что он преступник. Они тоже думали, что он обманщик, что он ввел людей в заблуждение, что он виноват. И когда у нас возникает искушение над кем-то насмехаться, над кем-то издеваться, мы должны вспомнить, что насмехались и издевались над Христом. Люди, которые считали, что он виноват, и которые страшно заблуждались, и мы должны ужаснуться этому и так себя не вести. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. В Евангелии много мелких деталей, и вот одна из этих деталей, которая врезалась в память очевидцев, это имя человека, которого римляне заставили нести крест, Симона Кириньянина. Господь был избит, и он не мог нести крест, и вот крест заставили нести человека, которого они первого выхватили из толпы, Симона Кириньянина. В Евангелии от Иоанна говорится, что он вышел, неся крест свой. Иногда на это указывают, как, например, противоречия. Противоречия там нет. Возможно, сначала какое-то расстояние Господь нес свой крест, а потом уже не смог, и это возложили на другого человека. Ему дали пить уксуса, смешанного с желчью. Это был напиток, который носил такой одурманивающий характер. Его приготовили сострадательные иудейские женщины для того, чтобы облегчить страдания казнимых. Но Иисус отказался его пить, чтобы претерпеть страдания в полном сознании. Распявшие же его делили одежды, его бросая жребий, и сидя стерегли его там. Это буквальная цитата из Псалма «Делят ризы мои между собою, и об одежде мои бросают жребий». Причем этот Псалом, это 21-й Псалом, он содержит очень подробное описание распятия. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались». И далее говорится, что «А они смотрят и делают из меня зрелище, пронзили руки мои и ноги мои». И это пророчество осуществилось в распятии Господа. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий. Спаси себя самого. Если ты сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехаясь говорили. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, «Я Божий сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его». Господь умирает в обстановке полной и совершенной оставленности, и его враги настолько уверены в его окончательном поражении, что насмехаются, говорят, «Ну-ка, сойди теперь с креста». И мы видим, как страдания человека не располагает их к какому-то смягчению, нет, а и наоборот насмехаются и торжествуют. И нам легко вознегодовать на этих людей, но мы должны быть внимательны сами к себе, чтобы нам никогда не посмеяться над кем-то, кто вызывает враждебность у нас. Так бывает в сети, когда умирает человек большим числом людей нелюбимый, и сеть наполняется насмешками и пожеланиями гореть в аду и еще какими-то злыми словами. И мы можем считать при этом, что человек был плохой, он заслужил такого отношения, но когда мы это делаем, мы подражаем тем, кто насмехался над умирающим спасителем. Поэтому мы должны быть внимательными к себе в этом отношении. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, ли, ломаться в охвани!» То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это цитата из 21-го псалма, и это слова о том, что Христос на кресте оставлен Богом. Он переживает это состояние богооставленности. Почему? Потому что, как мы читаем у пророка Исаии, Господь возложил на него грехи всех нас. Грех создает непреодолимую преграду между Богом и человеком, и все человеческие грехи Христос взял на себя. И там на кресте он пережил состояние полной, абсолютной богооставленности. Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он!» И тот, что подбежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. Уксус, речь идет о воде с примесью уксуса, которую пили римские солдаты. Это нечистый, конечно, был уксус, просто такое кислое питье, которое пили солдаты. «И наложив на трость, давал ему пить, а другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его!» И Иисус же опять возопив гробник голосом и спустил дух». Христос умирает среди абсолютной враждебности, среди абсолютных насмешек, умирает максимально отвратительной и страшной смертью. почему? Я беседовал как-то с одним мусульманином, и он мне говорил, что Иисус не мог быть распят, потому что справедливый Бог не мог бы допустить, чтобы его пророк, чтобы праведный, преданный ему человек был схвачен злодеями и предан такой страшной смерти. Из-за этого есть определенная логика. Ну, конечно же, не мог так его допустить справедливый Бог. Но Христос умирает не за свои грехи. Христос умирает за грехи всех грешников. Христос умирает за мои грехи, Христос умирает за ваши грехи, за грехи ваших соседей, за грехи ваших друзей, за грехи ваших врагов, за грехи людей, которых вы любите и за грехи людей, которых вы ненавидите. Представьте себе любого человека, который вам враждебен и неприятен, на которого вы злые и которому вы желаете справедливо пострадать. И представьте себе, что все это произошло с ним, что это его подвергли бичеванию, это его распяли, это он умер под насмешки своих врагов. Кончится ли на этом ваша вражда? Думаю, что да, она исчерпана. И вот Христос умер вместо этого человека. Христос занял то место, которое он должен был занять. Справедливая кара, которую он должен был понести за свои грехи, Христос уже понес на кресте. Это как если бы человек, которого вы полагаете злодеем, который должен быть справедливо наказан, сам претерпел такую кару. Это относится к людям, которых мы не любим, и это, конечно, относится к нам самим. Мы освобождены от наказания за наши грехи, потому что Христос за них уже умер. Когда мы приходим на исповедь и принимаем Божие прощение, это прощение оплачено определенной ценой. Оно оплачено тем, что Христос умер за наши грехи. И это значит, что наши грехи искуплены. Мы можем быть прощены. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. И тут иногда скептики спрашивают, ну а как же вот такие удивительные явления, как явление воскресения святых, которые пришли, явились во святой град, почему это не вызвало всеобщей паники, почему это упоминается только у Матфея, как вообще это могло остаться почти незамеченным, почему об этом не пишут историки. И тут проблема в разном культурном контексте. Когда современный человек слышит что-то о том, что мертвые воскресли, явились многим, он что-то такое видит перед собой из фильмов ужасов, где вылезают такие зловещие мертвецы, с них кусками отваливается гниющая плоть, они идут так зловеще, тянут когти отросшие и говорят, мы до тебя доберемся. На самом деле, конечно же, такое событие бы всех напугало, но Евангелие-то говорит не об этом. Евангелие говорит о том, что люди вернулись к жизни для того, чтобы явиться многим и подготовить людей к вере во Христа. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий». Священное предание говорит о том, что сотника звали Лонгин. И вот сотник Лонгин и его подчиненные устрашились и признали Иисуса Сыном Божиим. То есть, вот эти люди, которые нагло насмехались над Господом, теперь устрашились в момент его смерти, видя эти знамения. «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иаковой и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых». Мы видим, здесь упоминаются конкретные имена. Почему Евангелие — это не миф и не легенда? Очень много упоминаний конкретных имен, которые в ранней христианской общине были известны. То есть, это были люди, которых они знали лично, как первые читатели Евангелия от Матфея, вполне могли знать лично Марию Магдалину и Марию Матьякова и Иосия. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф овел его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Иосиф из Аримафеи, он упоминается так же, как член Синендриона, человек добрый и правдивый. И это очень достоверная деталь, почему сейчас большинство даже неверующих исследователей раннего христианства склоняются к мнению, что Иосиф действительно был погребен в гробнице, потому что у христиан были с самого начала очень плохие отношения с Синендрионом. Синендрион приговорил к смерти Иисуса, Синендрион требовал от апостолов прекратить проповедь, Синендрион воздвиг на раннюю царковь гонения. И Синендрион — это враги, короче говоря. И вдруг член Синендриона имени Моосиф оказывается удивительно положительным персонажем. Он погребает Иисуса в своей гробнице, он проявляет такую преданность к нему. Ранние христиане ни в коем случае не стали бы этого изобретать, они стали бы этого придумывать, они стали бы вводить в повествование хорошего члена Синендриона. То есть единственное реальное объяснение — это то, что да, это вот такая была историческая реальность. Иосиф пришел к Пилату, просил тело Иисусова. И мы видим удивительную преданность этого человека. Мы видим, что Иисус мертв. И мы понимаем, что мы уже в пятницу знаем, что в воскресенье, вернее, даже поздно вечером в субботу, мы будем петь «Христос воскрес из мертвых». Тогда, конечно же, никто не ожидал, что он воскреснет. Этого Иосиф не ожидал. Иосиф думал, что он просто отдает последние почести своему мертвому учителю, от которого ничего не получит. В этой ситуации нельзя было надеяться что-то получить. Толпы ходили за Иисусом во время его земного служения для того, чтобы что-то получить. Получить исцеление, получить пищу, когда он чудесно умножал хлебы. И, может быть, когда он воцарится, когда он сядет на престол, получить какое-нибудь хорошее место при дворе. Но все эти надежды рухнули, и люди разбежались. Но Иосиф проявляет удивительную преданность. Он проявляет преданность Господу Иисусу, когда все разбежались. Когда всем понятно, что дело Иисуса проиграно, и ничего больше с Него взять нельзя. И он входит к Пилату. И это некоторый скандал для богочестивого иудея, Пилат-язычник. Мы помним, как люди, которые обвиняли Иисуса, не хотели войти к Пилату, чтобы не оскверниться. Но можно было есть Пасху. И мы видим, что если он входит, он этим не смущается. И он просит у этого язычника тело Иисусова отдать тело. Пилат разрешает. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе. Мы привыкли к тому, что вот у нас людей хоронят в гробах. Гроб — это такая деревянная коробка, куда кладут тело. На самом деле гробами и здесь, и везде в Новом Завете называются специальные пещеры, которые высекали в скале. И в этой пещере могли хоронить поколения людей. И процедура погребения в иудейской традиции была двухступенчатой. Сначала тело, покрытое облаговониями и покрытое погребальными пеленами, оставляли в гробнице. Закатывали дверь камнем. И через годы приходили, когда тело разложилось, собирали кости и клали их в специальную такую емкость для костей. Асуарий. И поэтому это была такая вот пещера, которую он высек в скале. По его, значит, приказу высекли, он это оплатил, очевидно. Это новый гроб, который он высек в скале, привалил большой камень к двери гроба и удалился. Здесь упоминается чистая плащаница, которой было обвито тело Иисуса. И это напоминает нам о великой христианской реликвии, которая называется Туринской плащаницей. Вокруг Туринской плащаницы это таинственное полотно, на котором есть такое бледное изображение человека, который умер от распятия. Тело которого носит именно те раны, именно те следы пыток и побоев, которые по Евангелию были нанесены Господу Иисусу Христу. И эта туринская плащаница является предметом постоянных споров и препирательств. Одно время доказали было, что углеродным анализом, что плащаница относится к средним векам, то есть не может быть подлинным. Потом, правда, выяснилось, что материалы для анализа брали из заплатки, который там был смешан, первоначальный материал плащаницы и материал заплатки, который сделали в 16 веке. То есть там поэтому данные анализа недостоверны. И в любом случае неверующие так и не смогли объяснить, как появилось само изображение. То есть никаких правдоподобных теорий, как предполагаемые фальсификаторы в предполагаемые средние века сделали это изображение, нет. И хотя, конечно же, плащаница — это реликвия, это не Евангелие как таковое. Есть христиане, которые не верят в подлинность плащаниц. Плащаница — это необязательная часть нашей веры. Все же это удивительное свидетельство, поскольку до сих пор никаких правдоподобных объяснений того, как это таинственное изображение могло появиться, нет. Поэтому я исхожу из того, что плащаница подлинная. Есть очень интересные документальные фильмы, которые подробно рассказывают о плащанице. И вот, видимо, эту самую плащаницу, насколько мы можем судить, эту самую плащаницу мы можем видеть. Мы можем просто, если кому-то из вас интересно, кто-то из вас еще не видел, просто набрать в интернете «Туринская плащаница», вы увидите, как она выглядит. Былась же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба, то есть которые видели, как его полагают. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Мы видим здесь, как противники Иисуса боятся воскресения. Они боятся, что произойдет что-то, что докажет их неправоту. И они просят поставить стражу около храма. И мы видим, как потом появляется вот эта история, что ученики украли тело. Мы о ней чуть-чуть поговорим, чуть попозже. Но мы видим, что Пилат поставил стражу. Он сказал, «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и привожили к камню печать. Печать. Печать – это было такое... То есть нельзя было открыть гроб, не сломав эту печать, а ломать эту печать было чрезвычайно вредно для здоровья, поскольку это считалось преступлением против римского закона. И человек, который сломал бы эту печать, он сам рисковал подвернуться казни. Итак, Господа похоронили, к гробнице привалили камень, привожили печать и поставили воинов ее охранять. Мы с вами прочитали 27 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».